Привет! Как дела? Так как Япония занимает второе место после Китая по числу заболевших коронавирусом, летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио, могут оказаться под угрозой срыва. В связи с этим кандидат в мэры города Лондона Шоун Бейли предложил при необходимости провести Олимпийские игры 2020 в Лондоне, ведь у них есть вся инфраструктура и огромный опыт проведения Олимпийских игр в 2012 году. Его также поддержал действующий мэр британской столицы Садик Хан, который сказал, что будет очень рад, если Олимпийские игры пройдут в Лондоне, если это будет необходимо. И сегодня мой рассказ про Олимпийские игры в 2012 году. Да, действительно, организация, логистика, оформление города, всё было на высшем уровне. Тысячи волонтёров помогали гостям города ориентироваться на местности, множество указателей было установлено, много дополнительных маршрутов в связи с Олимпиадой было создано. Миллионы гостей со всего мира собрались в Лондоне, чтобы посетить этот спортивный праздник. И это было фантастическое мероприятие. Однако было немного страшно. Перед самой Олимпиадой гостей и жителей Лондона запугивали тем, что могут произойти теракты. И было сказано, что и полиция, и ФСБ будут работать в непрерывном режиме, а на крышах высотных домов будут поставлены зенитные установки на случай, если на город будет осуществляться воздушная атака. Я же столкнулась с Олимпиадой ещё в 2005 году, когда впервые приехала в Лондон к брату в гости. Тогда, именно тогда на Трафальгарской площади объявили, что столицей летних Олимпийских игр 2012 года будет Лондон. Тогда произошёл фейерверк на площади, все жители Лондона очень сильно радовались, я же уже в тот момент занималась съёмкой, снимала, правда, на фото тогда, что происходит, и вообще это был такой ажиотаж, такая радость, все вокруг кричали «Ура!». Но на следующий день случился теракт. Очень было страшно после этого выходить на улицу и гулять по Лондону, и я до сих пор благодарю судьбу, что теракт не случился именно в тот день, когда объявили Лондон столицей летних Олимпийских игр 2012. Ну, о теракте и о событиях на Трафальгарской площади по поводу объявления Лондона столицей Олимпийских игр я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Также я посетила концерт на Трафальгарской площади, который назывался «One Year to Olympic Games», то есть «Один год Олимпийских игр». Он проходил как раз за 365 дней до начала Олимпийских игр 2012 года. Там были представлены медали, как они будут выглядеть. Дэвид Камерон и Борис Джонсон приветствовали и призывали людей со всего мира приезжать на Олимпийские игры. Также там происходили какие-то концертные номера, и мы встречали Олимпийских чемпионов Великобритании. Тоже было очень весело, очень радостно за это событие. И пошел отчет уже как бы вот год до Олимпийских игр остался. Там стояли такие часы на площади в течение всего года. И каждый раз, когда я была на Трафальгарской площади, я видела, сколько там осталось до Олимпиады. В 2012 году я уже работала на московскую компанию Main People, и меня направили снимать Олимпийский бал, который проходил в октябре. Я снимала Красную дорожку, куда приезжали практически все британские Олимпийские чемпионы. Нынешние, будущие и какие-то знаменитые люди, актеры, певцы и так далее. После этого про Олимпиаду я немножечко забыла до мая 2012 года. Когда произошел концерт в Королевском Альберт-Холле, в честь команды Олимпийских чемпионов, как бы такое негласное открытие Олимпиады состоялось в Лондоне, куда приехали послы британской Олимпийской команды, которыми являлись герцог и герцогиня Кембриджские, то есть принц Вильям и Кэтрин Миддлтон. В тот момент я возвращалась из российского посольства, с другого мероприятия, где я снимала команду по регби нашу российскую. Ну, видимо, какой-то чемпионат был или что, и я еще с моей подругой Настей, она ходила в качестве журналиста, задавала вопрос, ну, как пресс-конференция там была, а я фотографировала. И вот именно на обратном пути я нечаянно так вот, проходя мимо Альберт-Холла, заметила, что фотографы стоят и кого-то ждут. И я вот так вот с фотографами заговорила и спрашиваю, а кто здесь будет, какие артисты или кого вы ждете. Они говорят, ну, там того, того, там, перечислили каких-то незнакомых не артистов. Ну, а также тут приедут принц Вильям и Кейт Миддлтон. Я такая, о, я остаюсь. Стоять пришлось очень долго, часа четыре, потому что, ну, как бы сам концерт проходил уже к вечеру, а я освободилась где-то в 12 часов было мероприятие, ну, где-то в час-два я освободилась из русского посольства, вышла и вот так вот смотрю, стоят. Для меня это основной такой знак, что если фотографов много стоит, значит, кто-то должен приехать. Вот так вот постепенно я училась быть репортером новостным. Я не папарацци, я просто репортер. То есть я снимаю то, что позволяют снимать, а не сижу в кустах и кого-то там фотографирую. Вот, поэтому так вот я постепенно и наработала такой вот опыт, что я уже заранее знаю, кто куда приедет и где я могу встать и кого снять. Ну, об этом я уже рассказывала, смотрите, вот в этом ролике про мои агентства и про мою работу репортером. Дальше, после этого, начались такие уже подготовительные события к Олимпиаде. Проносили Олимпийский огонь по всему городу. Я в тот момент жила на Вимбелдоне и как раз вот мимо моего дома проходила эта процессия. И да, я сняла, когда девушка несла огонь, потом ее сменил парень, нес огонь. Ну, несут Олимпийский огонь, естественно, спортсмены олимпийские или волонтеры. Тогда в Лондоне было создано большое волонтерское направление, куда принимали волонтеров со всего мира работать на Олимпиаде и помогать людям ориентироваться в городе. Ну, и также на самих мероприятиях ориентироваться, куда их посадить и отвечать на какие-то вопросы, которые люди задают всегда, когда происходят какие-то огромные и большие события. Еще я побывала на презентации нашего российского Олимпийского парка, который в тот момент пропагандировал уже Олимпиаду 2014 года и представлял некие экспонаты для этой Олимпиады. Также были установлены такие ростовые куклы, можно так сказать, в районе Марбл Айш, где я сфотографировалась там заяц, медведь, что-то такое. Было написано «Сочи-2014». И ходила вот на эту презентацию российского Олимпийского парка 2014 года, который был расположен в Кенсингтонских садах, и туда привозили наши знаменитые фигуристы, наши чемпионы свою программу фигурного катания, на одну из которых я попала в качестве прессы. После этого еще я посетила несколько Олимпийских домов. Наш российский был дом тоже в Кенсингтонских садах, там каждый день проходили какие-то концерты, пели дети, выступали какие-то участники. Кроме этого, так как у меня друзья были из моей английской школы, там был один итальянец, он нас повел в свой итальянский Олимпийский дом, который был напротив Уэстминстера. Там был такой семинар, где нас обучали, как правильно узнавать хорошее вино, как почувствовать его вкус, как подержать во рту, понюхать, в общем, как правильно понять, хорошее вам дали вино или плохое. Там по пузырькам, по запаху, по вкусу, как на языке его погонять, прежде чем проглотить. Было достаточно интересно. А также мы попали в Олимпийский дом Катара. Не помню, кто меня туда привел, но было тоже очень интересно. Нам дали какие-то соки, такие специально, ну, в общем, коктейль какой-то, очень такой освежающий. И угостили вот такой огромной конфеткой, состоящей из огромного финика, покрытой шоколадом. Очень вкусно было. Я же люблю финики и шоколадки, поэтому для меня это было муа. Потом мы пошли уже по самому дому путешествовать, смотрели, как бы выставка там была, и плюс нам предложили сделать такую татуировку из хны. То есть татуировка смываемая. Держалась она, по-моему, недели две. Мне на ноге такую нарисовали, какую-то загогулину там что-то. Я не знаю, что за символ был. Но посещать Олимпийские дома было достаточно интересно. Что-то новое узнаешь о странах. И вообще просто общаться с друзьями, ходить и смотреть. Ну, в общем, Олимпиада – это целое событие, это огромный праздник. Было построено очень много различных стадионов, главный из которых спроектировал и строил мой брат. Он был инженером-конструктором Олимпийского стадиона и очень переживал за постройку и рассказывал нам, что там было сделано правильно, что неправильно. А также он немного помогал строить велотрек. Тоже недалеко, в Олимпийском парке. Вообще весь Олимпийский парк очень сильно изменил район Стратфорда, где мой брат купил себе квартиру. И Стратфорд похорошел. Также я недавно нашла фотографии, когда строилась вот эта вот красная башня, Арсиол Миттал Орбит называется, где на верхушке расположена обзорная такая площадка, и можно увидеть город. А после этого уже в 2016 году сделали такую спусковую горку с этой башни. Тоже интересный такой аттракцион получился. В момент, когда началась Олимпиада, я уже была на подходе к дому брата, где как раз приехала в гости мама, и мы все вместе собирались смотреть открытие Олимпиады у него дома. И когда я уже подходила к дому, прозвучал какой-то гул такой издалека, и мне показалось, что все, нас начинают бомбить, очень страшно было. И оказалось, надо мной пролетели истребители. И только потом, когда они выпустили хвост, я уже увидела, у меня камера была наготове, я пару кадров сделала, я поняла, что это просто вот как раз церемония открытия, что это летят красивые самолеты, и хвост в виде триколора. Красный, белый и синий, как и у нас в Великобритании, цвета их флага. И они вот выпустили такой хвост, и я поняла, что... А, так это не бомбить нас летят, а просто Олимпиаду открывают. А мама мне потом говорит, я вышла в сад поливать цветы там у брата, и слышу гул такой страшный, говорит, все, наверное, нас бомбить сейчас будут. И, говорит, выглянула так из-за угла, посмотреть, что, кто хоть нас, говорит, бомбить будет. Оказалось, это были истребители вот с таким красивым хвостом, тянущимся за ними. На самой Олимпиаде мне удалось побывать только на марафоне. Ну, он был бесплатный, любые жители и гости города могли прийти и поболеть за своих чемпионов, или просто за всех. Мы с друзьями также ходили и болели абсолютно за всех. И украинцы бежали, и русские бежали, и британцы, и американцы, и все абсолютно страны, с флагами на груди, и с номерками, и с именем, кто это. И мы кричали каждого имя там, или фамилию. Давай там, Дэйв, давай, давай, давай! И все там трещали какие-то, еще нам такие ладошки выдавали, такие игрушки специальные. И все подгоняли, потому что мы уже стояли практически на самом финише. Около Биг Бена мы стояли, а заканчивалось все у Бугенгемского дворца. То есть там практически недалеко, около километра до финиша. И мы всех, все уже на последнем вздыхании бегут, и мы, давай, 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 еще чуть-чуть осталось. За всех болели, и так было здорово. Это какое-то неописуемое такое событие, такие чувства возникают, всемирного единства. Вот за что нам надо бороться, а не друг против друга, выставлять какие-то претензии друг к другу. Мы же с братом побывали на двух состязаниях. Так получилось, что он забронировал себе много-много разных билетов, но там как бы проходит такой розыгрыш, и что выигрыш, туда и пойдешь. И так получилось, что он выиграл два мероприятия в один и тот же день, в одно и то же время. И хорошо, что ему было кому отдать билет, потому что продавать билеты вроде бы как нельзя было. Он пошел на легкую атлетику, на Олимпийский стадион, а я пошла на Эрскорт, тогда еще его не снесли, тогда еще была площадка на Эрскорте, смотреть волейбол, женский волейбол, по-моему, был полуфинал, играли японки и бразильянки. Ну, кто выиграл, ты на того и идешь смотреть, ты же не знаешь, кто будет играть в полуфинале, там уже какие команды выйдут, тех и смотришь. Мы, конечно, надеялись на нашу женскую волейбольную команду, но, по-моему, она заняла четвертое место, то есть не вышла в полуфинал. И вот у меня сохранились какие-то билетики, всякие лифлеты, и вот мой билет на волейбол проходил он 9 августа, то есть уже практически под закрытие. Ну, и всякие информационные листы, как на память оставила о таком грандиозном событии. Если в Лондоне вдруг случится Олимпиада 2020, возможно, я тоже туда поеду и буду снимать это событие, и уже знаю, куда ходить, что смотреть и что показывать и рассказывать вам. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok